здравствуйте друзья хочу вам рассказать немного по поводу цен на стабилизаторы по поводу того зачем я делаю это ну так поговорить немного вообще за жизнь побудила меня к этому письмо которое с утра получил от одного человека я к нему зашел на стену группу посмотрел это хороший оператор его многие благодарят за свадебные съемки вот мы с ним переписывались насчет стабилизатора давайте я вам зачитаю все таки потому что интересно я без личности да так ведь вот большая такая переписка вот так посмотреть их началась она у нас 20 февраля 20 февраля в общем то она началась закончилась и сегодня продолжилась и вот 20 февраля мне 1830 денис пишет здравствуйте сергей почему вас можно заказать зим кран 2 доставка магнитогорс посоветуйте пожалуйста кран в 2 или все-таки лучше взять кран 2 не могу определиться что взять для sony 6 300 плюс 18 105 позже планирую купить 1018 использовать его в кран 2 подкупает все-таки новая модель с запасом штатив комплекте провода и кран через который видно режим работы заряд батарейки быстросъемная площадка манфрота везде просто на оборудование стоят манфрота с другой стороны вроде как v2 хватает для ты связка он дешевле легче может быть и удобнее также насчет ручек стабу интересно нужны на свадебном банкете от механического стаба и тяжелой зарядки спину и шею ломит ручки наверное помогут нагрузку распределить заранее огромное спасибо замечательно письмо я пишу 1833 здравствуйте денис мне кажется нужно приобретать новый кран плюс если не нужен большой запас он гораздо лучше чем предыдущая модель но если нужен запас то кран 2 вот такой логичный совет спасибо почему вас сейчас кран 2 я пишу 43 300 без ручек 45000 с ручками кран плюс 32 тысячи рублей и значит какие-то цены друзья это цены завода-изготовители рекомендованные те которые завод поставил в рекомендованные сказал продавайте пожалуйста друзья по этим ценам нам всем как дилерам дальше мы пишем денис пишет спасибо но дороговато была возможность взять за 35 с доставкой буду искать дешевле вот тоже увидел коммент под вашим видео вот ну тут кто-то пишет что купил дешевле и 2 за 33 500 это стало определяющим для меня но вот тут не знаю откуда это коммент этот но значит ситуация такая действительно у меня есть видео где написано обвал цен на продукцию жуины и другие стабилизаторы то есть таким образом все произошло видимо стали закупать у завода очень много стабилизаторов ну и потом все таки народ не может их продать и соответственно чем нужно брать до самый ну такой действенный способ да снижение цен нужно сбрасывать да вот и соответственно все же видят друг друга да все начинают сбрасывать цены и я попросил друзья я вам тоже могу продать по такой же цене но поскольку я официальный дилер то пожалуйста мне сделайте скрины чтобы я мог показать фирме что я вынужден продавать по таким же ценам я же им обещал по цене той продавать которую они установили и надо быть честным да честным с фирмой которая мне дает продукцию и устанавливать цены да может с ней договориться честным с вами которые хотят подешевле то есть я нашел как мне показалось хороший выход из положения и при этом я ниже цену дальше не сбиваю да то есть ту самую низкую которую вы находите даете мне скрин и я соответственно по такой же цене отправляю ну если вы видели я приводил скрины я там убираю ваши координаты да тут нашел там я убираю до чтобы все-таки оставались анонимные да все таки мне кажется это правильно ну дальше мы читаем дальше это было 20 февраля вот потом дальше денис пишет мне за 444 нет смысла брать по интернету такая же цена в dns приводит мне скрин где цена больше чем моя я тут не понял почему-то написал я что цена завода 749 долларов официальная и не сдая это понимаю просто зная что пару недель назад его можно было купить дешевле за 35 покупать сейчас за 44 как-то не хочется либо брать в 2 за 23 на али либо ждать пока этот опять подешевеет может с выходом раненцы а цена упадет я пишу отвечаю уже не потешевеет скоро фабрика держит контроль теперь в 2 устаревшая модель вот я все-таки рекомендовал бы конечно между в 2 приобретать между в 2 экран плюсом приобретать кран плюс карту здесь лучше и у нас с ним на этом переписка закончилась и сегодня вот через две недели он с утра пишет 717 денис пишет без здравствуйте вот такой вот большой письмо а вы наверное рады что не подешевеет скоро маржа ведь больше добились таки своего скриншоты сливали в же юн а те песочили ваших конкурентов что цены ниже ставят тем самым продажи у вас отнимают ну это же плохо правильно и хорошо что люди в обход же юна тех людей которые им доверили до делают что-то вот такое да и и делают что-то потихонечку мы же должны быть честными со всеми разве нет вот да посмотрел ваше видео подумал может и правда человек радеет за простых операторов а нет все гораздо проще как я понял получил от вас ответ по поводу официальной цены без скидок ну можно было мне скрин дать купил ваших конкурентов за 35 с доставкой которые не юля сразу предложили такую цену не понимаю чем вы так зомбировали людей что вам скрины сливают ну представляете то есть общались общались потом раз через две недели вот такое да к изменившиеся отношения да вот так то есть присущи человек с тобой нормально потом плюс и уже да ну хотел вам на youtube еще коммент добавить может кто одумается и значит здесь приводят переписку денис с другим денисом один денисов щербакова по этой цене не пытались взять и этот денис отвечает а смысл он чем-то лучше другой денис такой ему скрин переписки с магазином не показывали это мне не показывал а зачем кто он такой вообще это сегодняшняя а вчерашняя вчерашняя на то есть такой же барыга или у него они чем-то лучше просто другой денис просто о нем уже во всех группах было больше полугода мусолят ребята я не знаю вам может быть ну как бы нормально да а я и в глаза и за глаза всем говорю одно и то же что думаю то и говорю ну ладно тип предзаказы дешевле всего все покупают и т.д. но между собой лишь вот так мы мужики или бабы ну ладно если вам будет не трудно другой днис сможете скрин переписки с магазином отправить хочу посмотреть отдаст щербаков кран за 35 и ручки за 4500 на это такая минимальная цена ну я бы отдал я же написал отдаю по той цене как то скрин который вы пришлете вообще щербаков денис этот вот этот пешка то мне вообще щербаков неприятный тип зачем он вам нужен другие сразу без юления скидку предлагают а этот царёк кавычка не хочет не надо дальше продолжайте я уверен что напрямую повлиял на то что цены начали все интернет-магазины поднимать на краны не зря же он скрины просит потом отправляют их же юн а те песочек чербаковских конкурентов это правильно я отправляю и те ребята отправляют тоже то есть они же точно так же готовы подловить но вы сами подумайте и у всех цена на сайте сейчас рекомендованная же юном благодаря щербакову да но скидку мы все равно даем спасибо ага да 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 ну вот я сегодня это прочитал что-то читаю как бы вроде чуть-чуть немножко расстраиваюсь а потом прочитал сегодня понял что я ну я же не могу обижаться на этого человека я действительно ему искренне благодарен я написал спасибо вам большое за откровенность действительно человек откровенно написал очень рад что вы нашли себе подходящий и дешевый вариант от всей души желаю вам хорошего настроения успехов вашей творческой работе это так действительно пусть денис действительно делает успехи действительно радует людей своим творчеством пусть его парой живут и радуется его фильмом многих до многих годы вот тут такая история история такая да друзья смотрите ну во первых я не знаю если бы я сам вот так вот вот к человеку изменился да вот через две недели до вот тут нормально писали да потом человеку изменился да как яду выпил но это не знаю это это плохо наверно что касательно цен тут все просто мы же ну мы со всеми должны поступать честно то есть я с вами должен поступать честно я с же юном должен поступать честно если мы что-то умалчиваем от кого-то да мы обманываем кого-то все поступал честно же юном они мне дали цену да вот она 43 500 и я ее ставлю на сайте да но другие люди снижают эту цену да делают это можно ну миллионам способов я говорю присылайте мне я вам делаю такую же и я показываю эту цену же юно естественно отправляют а дальше как бы их дело они могут разбираться с этим могут не разбираться ну не моя ответственность правильно вот чем я лучше или хуже ну да хороший вопрос во первых я такой же человек как и все вот но я стараюсь для вас стараюсь сделать что-то хорошее вот например как мы начали продавать стабилизаторы да это же сложная штука я начал говорить о том что я в течение двух недель вы можете вернуть меня без объяснения причин и я верну вам деньги и некоторые так делали и я возвращал деньги если аппарат ломается мы ремонтируем за свой счет вы посылаете нам бесплатно мы отправляем вам вот я всегда думал да что я для вас могу здесь делать вот эти обзоры которые делают для вас обзоры та радость которую я испытываю это воодушевление для вас и для меня потому что вы смотрите это большая радость что я собираюсь сделать через пару дней я собираюсь поехать в китай на завод же юна возникли проблемы с ремонтом и я надеюсь что их решу для вас дайте мне знать что я могу сделать для вас хорошего друзья я постараюсь мы же здесь не на всю жизнь на этой земле вся жизнь у нас там где-то да на небесах здесь у нас коротенький отрезок ну и еще меньше отрезок времени мы с вами будем продавать эти стабилизаторы например в китае друзья же юн полностью уничтожил дистрибьюторов и дилеров то есть же юн устанавливать цену китайскую в китае напрямую покупают стадики не магазины а напрямую покупают стадики конечные потребители здорово уже юна полная прибыль в америке в германии еще в некоторых больших странах где им интересен этот рынок остался только один дистрибьютор но долго ли то есть остальных мелких удалили то есть то же самое будет и в россии ну очевидно и да по поводу маржи же юн очень хорошая компания в том плане что они заложили туда приличную маржу которую можно снижать можно да вот вот из-за этого весь демпинг идет зачем они это сделали для того чтобы дать на начальном этапе наиболее широкое распространение своей продукции то есть один продает 2 продает 5 10 250 до 500 здоровый то есть им как-то надо продать это ну я думаю что они сейчас и мирятся того что цены снижают это тоже да вот но как только живем поймет что они абсолютный лидер логично было бы убрать посредников из вот этого цикла продаж логично зачем они нужны не нужны абсолютно то есть сейчас то очень хорошая логистика китай россия за несколько дней приходят и и замечательно все вот но я вам хочу показать другие аппараты вот например я этот фузикан да вот ребята 23 тысячи 500 рублей и это мои хорошие знакомые я могу продавать и я продаю его фактически без прибыли то есть я тут волен сам устанавливать цену мне мои китайские друзья не диктуют вот наша своими профессия это действительно чудо мы что-то людям в жизни призваны показать и они что-то призваны получить вот как они от нас могут получать да если мы с вами но сами находимся в какой-то это смятение да вот у меня было несколько очень немного в жизни поворотов связано с этой профессии и каждый поворот значительный поворот происходил тогда когда я что-то делал бескорыстно вот как я приехал сюда и стал здесь исполнительным продюсером на телеканале городском до этого я два года назад перед этим сделал кассету написал название режиссура без секретов и то как я делал передачи смоленске я рассказал про передачу поток как и видел это было и распространил ее просто вот так распространил и увидел эту кассету владелец телеканала он год меня искал а в то время я работал в германии это было тоже чудо в то голодное время попал в германию по приглашению американцев потому что что-то делал бескорыстная для того продюсера который нас учил в москве американского продюсера после этого также произошло между прочим и со стабилизаторами у меня здесь было было год я уже как приостановила киношкола курсы двух недель глубокого погружения и за две недели как выяснилось человек который состоялся в жизни может очень выразиться в кино потому что это язык да когда нам есть что сказать мы любым корявым языком можем сказать что-то важное вот и тогда же я увидел стабилизаторы я понял насколько вот эта штука может помочь человеку я начал их делать сначала самостоятельно пилил вот ну и потом видите неожиданно это вдруг оказался бизнесом он через какое-то время он уйдет но мы с вами в процессе развития до в процессе жизни мы к чему-то стремиться один человек сказал что самое важное в жизни научиться на земле любить может быть мы к этому идем но ты мне кажется что то где я получал прорывы они приходили от того когда я начинал вот из чистого сердца из добрых побуждений делать что-то для других людей до поднимать их что-то давать им хорошие ну и сейчас я это очень хорошо запомнил это много лет я знаю и чувствую и вот сейчас я с этими стабилизаторами да я из этих же побуждений стараюсь исходить стараюсь потому что я человек не всегда у меня получается да мы не святые люди да мы люди всего лишь люди и кстати вам тоже большое спасибо как за поддержку которая действительно очень много дает так и вот за такие редкие моменты пусть даже несправедливо обижающие меня а может и справедливо как знать разный вообще один человек иисус христос человек сказал говорю вам если все вокруг говорят о вас хорошо друзья я желаю нам с вами пребывать в радости и быть полезными другим людям или кому-то вокруг себя чем больше мы полезны людям тем больше у нас все ладится вот может быть вы обращали внимание что если человек одинокий и ему никто не нужен у него никого нет это такие несчастные до обиженные на всех люди пусть он заведет хотя бы собаку заботится о ней и друзья то что мы делаем это здорово вот стабилизаторы эти станут таким общим правилам общем место мы можем может быть появится что-то что еще до следующий толчок да вот развитие видео это же здорово если мы с вами будем делать что-то для людей то что и будет поднимать видео это как раз то что людей призвано поднимать классно у нас профессия будьте